Доброго дня! С вами канал Про Цветок. Я травница Ольга Спиридонова. И мы продолжаем с вами серию наших с вами встреч, на которых я рассказываю вам, как на своей любимой даче, будучи в отпуске, имея под ногами совершенно вот такое бесплатное природное сырье, становиться здоровее, становиться счастливее. Что для этого нужно? Канал Про Цветок, информация, которую я вам даю, и чуть-чуть вашего внимания и усердия. И тогда даже бросовый какой-то природный материал, о котором мы раньше не задумывались, станет для вас на самом деле уже источниками здоровья. И сегодня я вам расскажу именно о таком материале. О ботве свеклы. То, что в июне при прореживании у нас выбрасывается чаще всего. Кто-то из рачительных хозяюшек, может быть, делает какую-то ботвинью, закатывает или делает вот такие вот супчики свеженькие. Но на самом деле возможностей для улучшения нашего здоровья у свекольной ботвы намного больше. И этим я с вами сегодня поделюсь. Поделюсь своими авторскими рецептами, которые я передаю своим ученикам в фитошколе Дивея. Поделюсь какими-то старинными рецептами, которые мною извлечены из старинной литературы, из моего опыта, из общения с травниками и травницами. И вы все это сможете взять и использовать для своего здоровья. Итак, ботва свеклы. Для кого-то это вкусные хрустящие черешки в ботвиньи, в свекольниках есть такое название у белорусских блюд. А для кого-то это, в общем-то, ненужное выброшенное сырье. Чем она полезна для нашего организма? На самом деле у боты свеклы огромное количество полезных свойств. И в первую очередь это связано с ее возможностью очищать печень, очищать кишечник, улучшать его работу, снижать уровень холестерина, снижать давление, улучшать состав крови, поднимать гемоглобин. И все ботва свеклы. Все эти качества относятся в том числе и к самой свекле, к растениям. Но и сохраняются у ее ботвы. Каким образом мы можем использовать ботву свеклы, собирая ее для вот этих вот целебных целей? Просто собрать, помыть, посушить и где-то заваривать как чай. Это, наверное, будет очень просто и не очень вкусно. Можно придумать что-то другое. Как я уже говорила, хозяюшки делают так называемую ботвинью. Это, не знаю, только наше белорусское блюдо. Или в других местах его тоже делают. Собирают черешки ботвы и по-простому маринуют. В баночках пол-литровых, 700-граммовых. Как маринуют любую другую зелень, убирают на полочке в свои погреба, на своей даче, засаженной растениями, саженцев, которые вы купили на канале про цветок. И хранится эта ботвинья. Берем мы ее зимой. Можем просто добавлять в щи, борщи, в супчики. А можем просто, например, смешивать с кефиром, с квасом, делать такую окрошку, легкие холодные супы. И это будет не просто еда. Это будет суперфуд. Еда со здоровительными свойствами. Такая еда полезна кому? Полезна гипертоникам. Потому что свекла и свекольная ботва очень хорошо снижают давление. Полезна людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем более летом, на жаре, когда мы наработались на даче, а еще и чаще всего в какой-то наклонной позе. И, соответственно, приливает кровь в голове и повышается давление. Очень полезны вот именно такие супчики из свекольной ботвы, которые снизят давление и которые при этом прочищают сосуды. Снижают уровень холестерина, который сам провоцирует как высокое давление, так и головные боли, подъем давления, какие-то сердечные нарушения. При этом, при всем, свекла ботвы является практически незаменимым средством. Кому еще она может помочь? Тем, кто хочет похудеть. Однозначно. Свекольная ботва помогает, очень хорошо помогает снизить вес. Можно сделать такой вариант квас. Квас на свекле или же в свекольной ботве. Причем не просто так квас сделать, а его можно сделать еще и на молочной сыворотке. Можно и на обычной водичке. Берете сырье, несколько пучков свекольной ботвы, половину свеколки можно натереть и заквашиваете на воде с сахаром или с медом. Можно добавить туда несколько изюминок, можно добавить ржаной сухарик. Трехлитровую банку берете. За основу, как я уже сказала, можно взять какую-то колодезную, родниковую или обычную питьевую воду, а можно взять молочную сыворотку. Настаиваем этот квас 2-3 дня, когда мы видим, что он уже забродил, изюминки стали ходить вверх-вниз. Мы его сливаем, разливаем по бутылочкам и храним в холодильнике. Принимаем по 100-150 грамм 2-3 раза в день. Пожалуйста, сначала внимательно ознакомьтесь с реакцией вашего кишечника на этот квас. Он будет обладать, возможно, ослабительными свойствами. Ознакомьтесь с реакцией ваших сосудов на этот квас. Он будет слегка снижать давление. Но то, что он будет великолепным образом очищать печень, кишечник и сосуды, это бесспорно. То есть мы уже сказали, что осторожно гипотоникам, осторожно тем, у кого проблемный кишечник. Ну и, разумеется, индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью. Всем этим использовать с осторожностью. Всем остальным этот бодрящий, холодный, красивого такого малиново-розового цвета напиток летом пойдет только на пользу, поможет расстаться с лишними килограммами, поможет подчистить печень, кишечник и сосуды. И все очень просто. Согласны? Где еще можно использовать свекольную ботву? Я очень часто использую ее для так называемого лесного фастфуда, как я его называю. Измельчаем высушенную свекольную ботву, именно высушенную, в темном, теплом месте. Высушили, измельчили. Добавляем туда все, как я их называю, отходы с огородом. Туда можно добавить высушенные мокрицы, высушенные листочки одуванчика, снытия. Можно добавить высушенные дудки-переростки от лука, от чеснока, от сельдерея, любистока, петрушки, укропа. То есть любую салатную такую вот зелень. Что мы потом туда добавляем? Можно добавить рисовых или картофельных хлопьев. Можно добавить сушеных, мелко поломанных грибочков или измельченных в порошок. И соли, там перчика по вкусу. У нас получается великолепная сухая заготовка для борща. Зимой мы берем несколько столовых ложечек, заливаем кипятком, добавляем туда ложечку маслица, добавляем сметанки по вкусу. Минут 20 настаиваем и сыроедческий готовый борщ. Если мы непривычны к сыроедческим блюдам и хотим чего-то более классического, чистим 3-4 картошинки, провариваем их, бросаем в кастрюльку горсть вот этого нашего лесного фастфуда. И 5 минуток покипело, у нас с вами готовый натуральный борщ. А сделано все из чего? Сделано из отходов с нашей дачи. Из ботвы свеклы, из добавленных каких-то зеленых сушеных компонентов, можно добавить туда еще и очищающие какие-то травы. И в результате мы, кушая вкусное блюдо, рецепт которого вы узнали на канале Процветок, мы очищаем печень, очищаем сосуды, снижаем давление, успокаиваемся, улучшаем состав крови. И все это практически бесплатно. Все эти рецепты, как я уже подчеркивала, я даю своей фитошколе Дивея. Многие из них являются авторскими. Я делюсь ими только с каналом Процветок. Приходите к нам, слушайте нас и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok